Добираться сейчас действительно очень сложно в обороне. За столом жарких переговоров чиновники, общественники, бизнесмены, журналисты и обычные горожане. Обсуждают реконструкцию моста на новом рынке и все вытекающие из этого благого дела проблемы. Пробки изменения маршрутов общественного транспорта, выделенные полосы для автобусов. Кстати, выделенки уже начинают работать на идею массово пересадить город на общественный транспорт. В автобусах пассажиропоток остался на уровне, который у нас был до закрытия путепровода. И он не уменьшается, но и не увеличивается, даже несмотря на то, что мы ждали вот этот ежегодный летний спад. На городском электрическом транспорте у нас есть падение, но оно не столь значительное, то есть оно меньше 10%. В центре внимания участников клуба стала и новая пешеходно-велосипедная переправа. К ней ряд вопросов. Наш телеканал показал репортаж, где люди высказали свои пожелания. Проходя по мосту, в принципе, удобно, асфальт ровный, идти можно. Единственное, что бы я хотела предложить, это разделить поток велосипедистов, людей, тех, кто катается на самокатах, и пешеходов. По щелчку пальцев, по мгновению, волшебная палочка. Как бы мы не просили мост, к сожалению, за деньги нельзя отремонтировать. Все неудобства необходимо перетерпеть, говорят ответственные лица. Да, почти два года, но выбора нет. Ремонт моста на новом рынке назрел давно. Частичный демонтаж конструкции вскрыл его тотальную изношенность. Обращает внимание руководитель Барнаульского ДСУ Николай Данилин. Мы боимся, что при демонтаже он складываться начнет, понимаете. То есть, вот мы сегодня с ним пешком ходим-то, и мы смотрим, и я говорю, слушай, ты рабочий, убери с консоли с транспортом. Мы должны радоваться, что его сделали. И потому что... Мы рады. Нет, просто иначе было у нас лучше. Надо сделать. Готовы ли автомобилисты попрощаться с личным железным конем и сделать трафик городскому транспорту? Выдержат ли повышенный спрос автобусы и маршрутки? Насколько серьезно от выделенных полос на дорогах страдает бизнес? И когда появятся в городе первые платные парковки? Об этом тоже говорили на дискуссионном клубе. У кого какая точка зрения на эти вопросы, расскажем в ближайших выпусках новостей. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.